Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 он собрал, потому что добавил еще 8 хадисов, которые упустил имама Науы здесь. Об этом тоже, иншаллах, поговорим. И назвал свою книгу «Джамия аль-Улюм аль-Хикам». То есть, «Собрание всех мудрости и знаний». И написал, и разъяснил эти хадисы. И это очень великая, очень полезная книга. Если Аллах облечет, когда-нибудь ее тоже прочитаем, иншаллах. Вот. То есть, это рассказывает, потому что известно. То есть, имам Науы взял несколько хадисов, которые называются, то есть, их всего 4 хадиса. Некоторые говорят 3, некоторые говорят чуть больше, на которых зиждется вся религия. То есть, про это говорили имам Абудауд, другие и так далее. Об этом тоже у нас придет дальше. И сделал их еще больше. Некоторые ученые сделали из них 16. Потом 24 хадиса. Имам Науы взял их и еще есть 42 хадиса. В общем, то есть, написал. Потом Хафиза ибн Раджа, он добавил еще 8 хадисов, сделал их 50 и написал свою книгу. Хорошо. Шейх Фаузан говорит про книгу Ибн Раджаба, джами'а л'улюм и аль-хикам, там очень много польз, великих польз, которые, быть может, ты в другой книге не найдешь. То есть, те пользы. Но она книга такая. То есть, он приводит там много от салихов, асаров и так далее, разъясняет хадисы. И эта книга, то есть, подобна своему названию и поистине, то есть, действительно, она сбор знаний и мудрости, которые пришли в этих хадисах. То есть, и большая польза в этой книге. И это основа в сборе 40 хадисов. Потому что 40 хадисов не только имам Ан-Науи написал. Много кто, как об этом сам имам Ан-Науи скажет, много кто собирал 40 хадисов. И говорит, что касается имама Ан-Науи, да смилуется над ним Аллах, он был великим имамом, который знал разные знания. Потому что, субханаллах, со времен, примерно, наверное, Газали, или даже чуть до него, то есть, после первых четырех, наверное, веков, появилось такое, то есть, редко стало, что среди ученых есть мутафаннин, который много разных наук знает. И поэтому сам Газали говорит про них, говорит то, что в Бааду Хум, говорит Алимун Фил Хадис, Авам Фил Хайря. То есть, говорит некоторые, например, ученые в хадисах, но в любых других науках он, как обычный человек, ничего знать не знает. И такое, ну, даже сегодня, ну, не даже сегодня, сегодня тем более присутствует такое. То есть, кто-то, например, ученый по фигу, спросит у него что-то про хадис, он знает ничего, не знает. То есть, субханаллах, хотя на самом деле такого не должно было быть. То есть, по идее, то есть, ученый это кто-то, кто знает все. То есть, должен он хоть что-то, какую-то основу знать в каждом. Хорошо, нет проблем, что ты на какую-то науку больше упор делаешь, но остальное тоже должен знать. Но, опять же, должен, это имеется в виду, как мы по желанию и самым говорим, не знаем, что обязаны и так далее, и тому подобное. Понятно. И что касается этого имама, шейх Фаузан говорит, «Канаму тахасасан фи л-хадис». Он был знатоком хадиса. Вальфикх, также фитха. Вальлюгата л-арабия, также арабского языка. Ваканали муаллафати кабулун андаль мусульмин. И его, то есть, книги, имама Науи, они, субханаллах, очень, то есть, они приняты мусульманами. То есть, почти все его книги. Братья, субханаллах, вторая книга после Курана, чистотой своей печати, то есть, самая большая, то есть, больше всего печатали какую книгу? Это Кур'ан. После нее какая книга? Рияду с салихин, братья, сады праведных. Поэтому Шамсудин Адзагаби, имама Адзагаби, говорил в некоторых своих, говоря про имама Науи, говорит, мне, говорит, я хочу узнать, «Масирру ладви бейна хуа бейн Алла». Говорит, что за секрет у него такой, между ним и между Аллахом, который никто не знает. То есть, не может быть, субханаллах, сколько имамов, и его книги, как бы, ну, какие-то есть у него, какие-то неизвестные, и так далее, и тому подобное. Но имама Науи, субханаллах, нету ни одного шейха, наверное, который не читал бы им 40 хадисов. Нету никого студента, кто не заучил бы эти хадисы. Нету никого, кто не знает книгу сады праведных, и так далее. То есть, имам Науи, субханаллах, его книги, братья, это великое дело. И он говорит, что это за секрет такой, между ними, между Аллахом, субханаллах, что в его сердце? Не учитывая то, что он еще и прожил, братья, очень мало. Около 40 лет он только прожил. То есть, представьте себе, субханаллах, почти он жизни не прожил, как говорится, умер, и, субханаллах, настолько великая польза от этого человека. Хорошо. И вот об этом шейх Фаузан и говорит. Это наверняка, Аллах, субханаллах, знает лучше, потому что у него было искреннее намерение, и он был искренен перед Аллахом, субханаллах, и это даже приходят братья в... По-моему, это даже хадис был, Аллаху Алим. Либо же это один из подвижников, насколько я помню, это был хадис, что иннама юхфазу хадису роджили аля кадри нияти. Поистине, то есть, слова человека запоминаются по мере его намерения. То есть, насколько ты искренне был в словах, так Аллах, субханаллах, то есть, то, что было ради Аллаху, оно останется на земле, по-любому. Понятно? То есть, если человек искренне что-то делал, преподавал и так далее, это у него останется. Сколько было таких братьев, которые читали эту книгу, а у нас сколько разъяснений на нее? Не так часто. То есть, ты видишь разъяснение такого-то, разъяснение такого-то, разъяснение такого-то. Все. Остальные они как бы есть, но никто как бы ими не занимается. Почему? Потому что Аллах, субханаллах, не дает им барак. Из его, субханаллах, то есть, книги имама Науи, у них, субханаллах, большой след в уме они оставили. Из этих книг, вот эта книга Арбаун, то есть, 40 хадисов. Также Риядус Салихин, Сады Праведных. Также Шарх Сахей-Ль-Уман Муслим. То есть, также у него есть Шарх на Сахей-Муслим. Также у него есть Шарх на Бухари, но он незаконченный. Он только Китаб-Ль-Иман закончил, и, по-моему, даже все. По-моему, дальше, уже потом он умер, Аллаху Аля. То есть, Бухари у него, начало есть у него Шарх, но не полный. И говорят, субханаллах, что если бы некоторые ученые сказали, слышал, то, что если бы он закончил бы Шарх на Бухари, то, может быть, даже в Фахху-Ль-Бари бы мало кто читал. То есть, настолько у него интересный Шарх. И известно то, что имам Ан-Навы был, склонялся к шафиитскому фикху, и у него есть много также посланий в шафиитском фикхе. Это великий имам. И Аллах, Субханаллаху Аля, сделал так, что его книги приняли, то есть, умма мусульманская приняла и получает от них пользу, и также, то есть, много мусульман получают пользу от этих книг. И также вся умма возвращается до сих пор и опирается на его книги в своих каких-то работах и так далее, пользах. Почему? Потому что там очень много пользы, много знаний. И также, то есть, там много очень полезных и хороших, великих вещей. И пусть же Аллах, Субханаллаху Аля, смилуется, как же прекрасен этот имам. Что касается самого имама Ан-Навы, братья, здесь нужно упомянуть такой вопрос. То есть, шейх Фаузан говорит о нем вот так вот, имам, 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 имам. Но есть, братья, такие люди, пусть Аллах, Субханаллах, наставит и их, и нас, которые говорят про имама Ан-Навы, или же имама Ибн Хаджара, то, что, как вы говорите, что они имамы? Они не имамы, говорят, они ашаритами были. Или же некоторые сами ашариты, суфисты и так далее. Что говорят? Говорят, Ан-Навы и Абн Хаджар, говорят, Аш'ариян, рады и ман рады, васахит ман сахит, говорит. Имам Ан-Навы и Абн Хаджар, ашариты, говорит, доволен, кто доволен, кто недоволен, это его проблемы, говорят. Хорошо. Мы говорим этому человеку хорошо. То есть, вот эти заявления, пустые слова и так далее, нам неинтересны. Если ты хочешь что-то утвердить, то давай посмотрим на доводы. Хорошо, если кто-то говорит, что имам Ан-Навы был ашаритом, мы спросим, а кто такие ашариты? Аш'ариты, братья, основа убеждения ашариты, это три основы. Сколько их? Три. Первое, братья, это это то, что они ставят свой разум выше, чем то, что пришло от Аллаха, Субхану Таалии, посланника, мутлякан, то есть, во всех вопросах. То есть, они говорят, что основа, это мои знания, мой мозг, мой разум, это основа. Потом уже идет то, что пришло от Аллаха и посланника. То есть, если то, что пришло от Аллаха, мой разум не принимает, значит, оно не может быть. Почему? Тебе аяты приведут, Аллах Субхану Таалии сказал, мы почтили человека, это почтили каким образом? Разумом, значит, я разумом должен принимать, что-то не принимать и так далее. То есть, самая первая основа, это что? Что они ставят свой разум выше, чем то, что пришло от Аллаха и его посланника, алейхи салату вассарам. Второе, то, что пришло от Аллаха и его посланника, алейхи салату вассарам, они делят на два. То есть, они делят их на два вида. Говорят, мутаватир и ахад. Говорят, что как одна часть того, что пришло от Аллаха и его посланника, алейхи салату вассарам, мутаватир, то есть, то, что много кто привел, то есть, известное, то есть, ну, кто, 10, 20, 40 и так далее, они разные, то есть, ставят условия для этого. То есть, много кто привел этот хабар, или же, например, это Кур'ан, какая. и ахад. Ахад это то, что какие-то, то есть, некоторые, 1, 2, 3, 5, то, что меньше 10. Более правильное мнение, что очень меньше 10, они говорят, что это нет. И они что говорят? То, что вот этот мутаватир, мы принимаем в вопросах акиды и так далее. Что касается ахад, в вопросах акиды мы его не принимаем, но в вопросах фикха и так далее, можно. Дальше, еще подробно скажем, потому что это все слова Батали, братья, не это самое. Самый, брат, легкое опровержение им, это что? Пророки, алейсалам, как приходили? Приходили ахад, они все были 1, 2, максимум так же? 3, сколько? Ясин, Сурри, сколько? 3-4 человека было. Не было, чтобы Аллах, субханаля, тысячу пророков послал, из того, что мы знаем. То есть, мы нигде не слышим такого, чтобы Аллах, субханаля, тысячу пророков кому-то послал. Так же? 1, 2, 3, не говоря уже про нашу великую религию, субханаля, которая до самого судного дня, иншалаля, будет. Один пришел пророк, алейсалату ассалям, так же? Баракаллах фикум. И третьи, братья, они говорят, вуджубу тауил джами'ин нақль, хатта ятта фикма лақль. То есть, они, субханаля, не говорят просто, что мы разум ставим выше. Не говорят, что даже то, что пришло, мы не все принимаем, мы делим. Третьи, даже хорошо поделили, они говорят, что даже это, если вдруг мозг мой не принимает, мы должны это исковеркать. То есть, субханаллах, что остается из твоей религии, Аллаху аля. То есть, первое, они говорят, что в принципе, мой разум выше этого. Второе, они говорят, что даже то, что пришло, что я хочу своим разумом принять, делим на два. И вот этот вот один, потому что тоже, субханалем, противоречит много из мутаватеров, хотя мутаватер, это вообще единицы, то есть, самое маленькое количество из того, что пришло нам в религии, это мутаватер. Ахад, почти большинство ахад. И они говорят, что даже это, если вдруг мне как-то не нравится, я это что делаю? Коверкаю. Аллаху аль-Мустан. Теперь посмотрим на имама Науи. Самое первое, братья он и имам Хаджар, один из тех, кто больше всех опровержений сделали на что? На то, что в первую очередь, это нахаль братья. У него шарф, братья Насахи Муслим. Риядус Салихин, арбом, все хадисы братья. То есть, везде имам Анауи известно, как он сильно опровергает вот это, то, что нужно обязательно возвращаться, в первую очередь, это тексты шариата, а потом уже твои мозги и так далее, и тому подобное. То есть, твой мозг должен идти вместе с шариатом, а не шариат должен, как говорится, плясать под твою дудку. Второе, братья, то, что они делят на два вида. Братья имама Науи из Мухаддиса, особенно Ибн Хаджар. И они, братья, алейкум, ассалям, ахматуллах, ибн Хаджар, особенно братья у него, книги есть даже, по терминологии хадиса, где он опровергает, и говорит то, что Ахад подобен мутаватеру, то, что от него достоверно приходится, то есть, мы принимаем то, что приходит недостоверно, мы отвергаем. Дальше тоже, иншалаталь, об этом кратко возьмем. То есть, здесь мы понимаем, что хорошо, если ты не хочешь его прямо саляфит-саляфит называть, нет проблем, но аж аритом, ты его никаким образом не имеешь права обвинять. Понятно? То есть, имам новый, братья, он и никто, ни в коем случае, при всем нашем уважении, братья, ко всем нашим имамам, ко всем шейхам, ученым, студентам и так далее, братья, ошибка есть ошибка. То есть, при всей нашей любви к ним, если где-то кто-то ошибается, братья, мы ошибку, как говорится, ла карама, то есть, к его ошибке, у нас нет никакой милости. К нему самому, мы, как говорится, с чистыми сердцами и так далее, любим ему, это имам, это хафиз, великий человек, братья, из-за этой уммы. Если бы братья, даже как шейх Валид, постоянно приводя пример имама Аль-Альбани, говорит, Субханаллах, имама науы принимают все. То есть, все его любят, Субханаллах. И неужели, то есть, а кто делает тот, то есть, как в хадисе пришло, то, что если Аллах, Субханаллах, полюбит кого-то, то он говорит Джибрилю, я полюбил такого, полюби же и ты, Джибрилль взывает к ангелам, пока все не начнут его любить. То есть, этот хадис у нас четкий довод, поэтому имама науы все любят. То есть, как может Аллах, Субханаллах, сделать так, чтобы братья, какой-то заблудший ашарит, его все любили, разве такое возможно? И поэтому, шейх Валид, братья, постоянно этот пример приводит на имама Аль-Альбани. Альбани любят все, Субханаллах. Даже те, кто его ненавидят, братья, если они что-то где-то смотрят, они, братья, возвращаются к его книгам. Даже те, кто его порочат день и ночь, в Аллах, те, кто его день и ночь порочат, в вопросах хадиса по-любому к нему возвращаются. Потому что нету никого подобного ему. Просто нету. В это время не рожала еще ни одна женщина такого. Как говорил один из ученых, по-моему, это говорил как раз таки про Ибну Хаджара, что братья, по сей день, и шейх Альбани это, я вспомнил, про шейх Альбани, про имама Ибну Хаджара, Аль-Аз-Каляни, говорил, что по сегодняшний день мать не рожала подобного Ибну Хаджару. Говорит, я не говорю, что не родит, но я говорю, потому что я не знаю сокровенность, но подобного ему просто не был рожден еще такой человек. То есть это братья Субхан, тот, кто знает его братья книги, это Субхан на что-то великое. И как можно про таких людей потом говорить, что они какие-то заблудшие шариты. Да, они ошиблись, никто не спорит. Имама Новый, братья его, все ученые, у кого он брал знания, были шаритами практически все. Хаттаби, не хаттаби. Они, братья, все вылились на этих убеждениях. То есть, поэтому, братья, у него в вопросах убеждений, то есть именно атрибутов, у него даже не было, братья, заблуждений, у него был хальт. То есть он иногда подтверждает, иногда не подтверждает. То есть у него как Гайр Монбабид, как это сказать, не до конца разобрался в этом вопросе. То есть как бы он имамом и так далее великим не был, но в этих вопросах он не до конца разобрался. Потому что он иногда так говорит, иногда сяк говорит. Была фитна в то время и так далее. Мы находим его оправдание, но его ошибка мы оправдания не находим. То есть, самому человеку мы его оправдываем. Что касается его ошибок, братья, никаких оправданий нет. Это ошибка, братья, из-за блуждения, ни в коем случае нельзя за ним в этом вопросе следовать. Понятно, да, наши убеждения в общем по отношению к этому. Не говоря уже о том, что братья, сам имам Науы, достоверно братья приходят от него о том, что он покаялся, братья, от этих вещей. У него, братья, перед смертью, за несколько месяцев до своей смерти, по-моему, за месяцев два, где-то вот так вот он до своей смерти, написал целую книгу. То есть, часть, в которой подтверждается то, что Аллах, Субханава Тааля, разговаривает буквами и звуком. То есть, имеется он именно, то есть, четкая речь у Аллаха, Субханава Тааля. Понятно? То есть, это он, братья, перед своей смертью написал. И его ученик, братья, Аль-Аттар, один из имамов, также ученик его. Про него даже говорят, про Аль-Аттара говорят, братья, Мухтасару Науы говорят. То есть, Науы сокращенной формы. Почему? Потому что он только у него, то есть, даже неизвестно, чтобы он у кого-то еще учился. И он настолько много у него учился, что, братья, он был подобен ему. И Аттар, у него есть даже, братья, тоже книги, которые подтверждают саляфитские убеждения и так далее, по акиде саляфитов. А у кого он это взял? У своего имама, который также сделал таба от этих вещей. Хотя он не был, братья, опять же, мы говорим, ашаритом, не был он каким-то там мунхарифом заблудшим. Он, братья, из тех людей, которые, Субханава, защищали религию Аллаха, Субханава Тааля, братья, из муджахидов, самых настоящих, пусть Аллаха, Субханава Тааля, смилуются над ним. Хорошо. И также можно так упомянуть вкратце такую вещь, я вспомнил, то, что некоторые, что говорят люди, особенно ашариты любят это приводить всегда, когда опровергают саляфитов, говорят то, что большинство ученых этой умы ашариты. Что вы с этим сделаете, говорят. Самое первое, что мы им скажем, даже до того, что мы сейчас не будем, то есть, входить в те вопросы, то, что большинство это не довод и так далее, потому что им это смысл, им это пустой звук, даже если скажешь, что большинство это не довод, что, как Абдулла Абду Масуд говорит, даже один человек, это джама, называется человек один. Если он на истине, это джама, один человек, братья. Но даже это мы оставим, скажем, действительно ли большинство ученых ашаритов. Давайте найдем одного ашарита среди сподвижников пророка Али Саратуса. Не говоря уже о самом пророке Али Саратуса. Одного среди Таби Айнах найдем. Среди Таби Атаби Айнах есть? Ни одного нет. Пока не родился братья Аль-Ба-Джи, Аш-Ари, Кул-Ла-Бит. Пока они не появились, в принципе, не было Аш-Аритов, братья. Пока их прадед Джагм ибн Сафван не появился, Джагад ибн Удиргам не появился. Не было, в принципе, такого понятия. Пока не было Васали ибн Ата, не было Юнуса ибн Убейда, не было Муатазелитов, от которых братья... Каким образом вообще Аш-Ариты появились? Когда появились Муатазелиты, эти, как будто бы, придерживаясь середины, опровергая их, придумали свою Аш-Ари. То есть, Муатазелиты что говорят? Что у Аллаха, Субхану и Таалли, есть имена, но нет. Самые первые это Джагмиты. Джагмиты говорят, ни имен, ни атрибутов, ничего у Аллаха, Субхану и Таалли, нет. То есть, ты даже, как шейх Ватамин про них говорит, если ты подойдешь и спросишь, расскажи мне, кто твой Аллах. Он скажет тебе, Аллах это тот, кто ни сверху, ни снизу, ни справа, ни слева, ни такой, ни такой, ни такой. И начинает описывать, описывает, что если ты его остановишь и скажешь, брат, хорошо, а теперь мне скажи, Адам, слово ничего, ничто. Разъясни мне, чтобы я понял, что значит слово ничто. Он говорит, в Аллахе не найдет лучшее описание для слова ничто, ничего, что-то несуществующее, чем то, что он описывает этим Аллах, Субхану и Таалли. То есть, у них описание Аллаха и описание слова ничего, это одно и то же понятие. Появились потом Муатазелиты. Муатазелиты говорили, то есть, из их убеждений, то есть, у них-то разные заблуждения, есть, но из их убеждений, вопросов имен и атрибутов, что они говорили, что Аллах, Субхану и Таалли, есть имена, но нет атрибутов. Хорошо, мы у них спросим, почему Аллах есть имена и нет атрибутов. Он говорит, если мы скажем, что у него есть атрибуты, мы уподобим его. То есть, Джагмиты все отрицали, говоря, что он не подобен Аллах, Субхану и Таалли, своим творениям. Муатазелиты сказали, нет, имена у него есть, но атрибутов у него нет. Почему? Потому что атрибуты это у творений. Потом появились Ашариты, говоря, что нет, у него есть имена и есть некоторые атрибуты. Что касается... Потому что мы спросим, Али, почему ты эти семь признаешь, а другие не признаешь? Он говорит, потому что я не могу его сравнивать с созданиями. Как говорил имам Абн-Тайми, говорит, то, что мы говорим про некоторые атрибуты, то же самое мы говорим про остальные. То есть, мы когда говорим, ты говоришь, Аллах живой, а я что, не живой? Нет, ты живой, говорят, но Аллах живой, то есть, подобно своему величию. А ты живой, подобно своей, то есть, неизвести и так далее, то, что ты человек слабый и так далее. Субханаллах, а все остальное, почему ты так не говоришь? Потому что я не хочу подобрать Аллах, Субханаллах, творением. Аллаху Акбур. Как говорится, как легко быть на Сунне, на Салэфи, аль-Хамдуллах. Говоришь то, что сказал Аллах, Субханаллах, говоришь то, что сказал Пророк, алей-Саляту Асалам, так как они этого хотели, и все, и спокойно сидеть каждый раз, защищать свои убеждения, говоря, что нет, здесь это, приводить вообще непонятные доводы, которые мы уже обсуждали с некоторыми из вас на Китабе Туфейда, на основу Сунны. Хорошо. То есть не будем сильно углубляться в это, понятно, братья, то, что слова о том, что большинство ученых, аш-ариты и так далее, это калям-фарих, как говорится, это пустые слова, братья, абсолютно нету никакой подоплеки, потому что у нас ни Пророк Али-Салятом не был, аш-аритом не его сподвижник, а это самая основа. Даже если бы они все пошли бы после них, среди Табиаинов, даже если, хотя даже Табиаины были защитены Аллаху, Субханаллаху, от таких заблуждений. Хорошо. Это что касается, братья, вступления шейха Фаузана. Также здесь приводятся братья, самого имама Наввы, он перед своими 40 хадисами разъяснил, то есть также сделал вступление. Говорит «Альхамду лиляхи раббил аламин, кайюм из самавати вал арадин». Говорит «Хвала Аллаху Господу миров, который хранит небеса и земли». «Мудаббири илхалайка аджмаин», «Тот, кто управляет всеми созданиями, баифир русуля, салавату Аллахи, ва саламу алейхим, тот, кто не спасла нам посланников, илэль мукаллифин, то есть тот, кто не спасла посланников, да смилует, то есть да благосовет их, Аллах субхану алейх, да приветствует, к тем, то есть к нам людям, для того, чтобы они вели нас по прямому пути, разъясняли нам нашу религию, то есть с непровержимыми доводами и ясными доказательствами. «Я говорит, воздаю ему хвалу за все те милости, которыми он меня наделил, и также прощу его, чтобы он еще больше мне дал, то есть просил, просит еще больше». «Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха». «Он единственный, то есть он один, он могучий, он щедрый и он прощающий». «Ва ашхаду анна Мухаммадан Абдуху, ва Расулю, ва Хабибу, ва Халилю». И также я свидетельствую, что Мухаммад является его рабом и посланником, и его возлюбленным. «Афдалюль Махлюкин» – самое лучшее создание. Мухаммад, саллаллаху алейху алейху салям. «Аль мукарраму бил Кур'ан, иль Азиз, аль му'джизатил мустамиррати, аля таааку бессинин». То есть он тот, кому по своей милости Аллах даровал великий Кур'ан. То есть это чудо, братья, которое будет до самого последнего дня существовать практически. «Ва бессуннаниль мустанираль мустарщидин». И также он послал его с своими суннами, которые будут для кого? Для тех, кто хотят прямого пути. То есть почему эти слова говорит? Потому что пророк алейху саляту сэм самый последний. Пророк и посланник, и не будет никого. Все. Кур'ан до самого конца, иншаллах, и его сунна будет. «Аль махсус биджавами аль калиму Самахатуддин и пророк алейху саляту 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 салят Что значит легкая? У нас столько людей не молятся, и когда говоришь, почему не молятся, говоришь, что времени нет. Как может быть легкая религия, если люди времени не находят на молитву? Братья, легкая религия это то, что не является невозможным. То, что совершеннолетний человек может в обычной обстановке и, как говорится, в стандартной обстановке может себе это позволить. То есть, у нас нет, братья, ни одного поклонения, которое ты, когда у тебя все нормально, не мог бы ты это сделать. То есть, по-любому ты способен это. Другой вопрос уже, если человек, например, ногу сломал, не может стоя молиться, например, и так далее, пусть Аллах, по-анталю, убережет нас. Понятно. Вот это называется, братья, то есть, это простота религии. Но, братья, конечно, для нашей религии, братья, есть какие-то сложные вещи. То есть, сложные вещи не являются невозможными, но они трудные. Для чего? Дело в том, что Аллах, субхану на талли, проверяет нас. Кого из вас лучше деяния? Аллах, субхану на талли, говорит в Коране. И, братья, должны вы знать такую вещь, что самое трудное, братья, в нашей религии, это что? Что самое трудное в нашей религии? Кто знает? Самое-самое трудное. Самое трудное, братья, это держаться, придерживаться сунны пророка, алей саля саля салям. Почему? Какой довод на это? Братья, может быть кто-то из нас даже никогда не задумался, но, субхану, многобожники, курайшиты, братья, готовы были умереть, чтобы не следовать сунне пророка, алей салям. Почему? Потому что следующий сунни пророка, алей салям, противоречит всем братьям. И все его будут, про него что хотят говорить. Его, братья, никто с ним общаться не будет. То есть, ты, субхану, великий человек, и на тебя будут смотреть, как на последнего человека, только потому, что ты придерживаешься сунны пророка, алей салям. И это, братья, настолько трудно, что люди, братья, умереть готовы были ради этого. И действительно, умирали, братья, сражались. Субханаллах, это, братья, удивительное дело. То есть, насколько трудно этому. Но это, братья, возможно. Почему? Потому что тот, кто вводит эту религию и хочет ее усложнить, братья, эта религия одержит над ним вверх. Как пророк, алей-салат, сказал, религия простая. И никто не будет стараться усложнить этот ислам, кроме как он его одержит над ним победу. То есть, ислам победит тебя, а не ты победишь ислам. Религия легкая. Но, братья, есть в ней что-то, что нуждается в твоей упорстве. То есть, это будет трудно. И, братья, самое в Аллахе трудное это придержится сунны. Все от тебя отвернутся. Все тебя будут порицать, про тебя что-то говорить, какие-то тебе ярлыки вешать. Но вот здесь Аллах, субханаллах, проверит. Ай-юкумахсану амаля. Кто у вас? То есть, кто действительно тот, кто делает самые хорошие деяния. Когда человек начинает говорить что-то из сунны, и люди ему говорят то, что ты такой-то, ты сикой, перестают с ним общаться и так далее. А он был известным. Субханаллах, братья, чтобы каждый из нас вспоминал братья Умара, который был братья Саидом, господином в Курайшитом. Богатый был. Был великий человек. Все его боялись. Как только он принял ислам, что про него начали говорить? Никто его, братья, вообще за человека не считал. Так же? То есть, они боялись его, потому что он был очень здоровый и так далее. Ну, братья, все, ушла у него вот эта вот гейба уважения. Никто его не уважал после этого. И поэтому Умар, рада и Аллаху Анну, братья, даже не обратил на это внимание. Что говорил Умар? Как приводит это Бухарев, адаб Аль-Муфрад, и шейх Аль-Баин назвал этот афар достоверно. Говорит, Мы были самыми низкими людьми. Умар, рада и Аллаху Анну, богатый человек, Курайшит, Субханаллах, Говорит, Мы были униженными, Говорит, Мы были ничем, Умар говорит. И Аллах возвысил нас, Возвеличил нас этой религией. Если, говорит, И когда мы, говорит, Начинаем искать величие Среди людей и так далее, Величие чем-то другим, Не тем, чем возвеличил нас Аллах, Субханаллах, Аллах всегда нас унижает. То есть, поэтому посмотрите на людей, Которые сегодня говорят, Ваш ислам отдаляет нас, Никаких технологий, Никаких нано-технологий, Вон там на этот самый, На луну поднялись, А вы все, Ислам, Ислам, Тавхид, Тавхид. Ну и мы посмотрим на этих, И чего ты добился, скажем. Ты сам ничего не добился, Как белка в колесе бегаешь, 12 часов в день работаешь, 12 часов спишь, И ничего ты, То есть, ты ни Субханаллах, Ни Аллах Субханаллах не познал, Никакую ни нано-технологию не познал, Ни на луну не поднялся. Как есть на одном месте ты бегаешь, Вот как кулла и как белка в колесе. Ни с места не двигаться, Но потеет, потеет, потеет так же. Что касается нас, По милости Аллаха Субханаллах, Мы и своему дунья даем время, И также своему ахру обязательно Даем время, Баракаллах фикум. Хорошо, отошли. Амма Ба'ад говорит, А затем, Говорит, Мы привели хадис От Али б. Аб. Талиба, От Абдулла б. Мас'уда, Муаза б. Джабаля, От Абу Дарда, От Аб. Умара, От Аб. 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 Малик, От Абу Хурейра, От Абу Саид Аль-Худри, Будет доволенными всеми Аллах, Разные передачи, То есть, разные версии хадиса, Что посланник Аллах, Салла Аллаху алей вассалям, Говорил, Тот, кто сохранит для моей умы 40 хадисов из их религии, то Аллах, Субхану Тааля, воскресит такого человека в судный день вместе с учеными людьми. Также в риваяте приходит Аллах воскресит его великим ученым. Также в другом риваяте Абуд-Дарда сказал И также я буду свидетельствовать за этого человека и буду заступаться за него. В риваяте Абуд-Дарда говорится И также ему будет сказано Также в риваяте Абуд-Дарда говорится Что этот человек будет записан среди ученых, а будет воскресен вместе с шахидами. Красивые хадисы. И дальше говорит что И все эти самые хафизы, все мухадисы без исключения согласны, то есть единогласны мнением, что это слабый хадис. Даже если у него много цепочек передач. Братья, вот здесь, Субхану Аллах, также опровержение ашаритом. Много передачек, сколько, Субхану Аллах, хадисов, подвижников назвал. Хадис слабый. Никто не говорит, что, братья, по этому хадису можно делать дела. Что касается первого хадиса в этой книге, первого хадиса в Сахиме Бухари, это что за хадис? Кто знает? Инна маль амалю биньят. Известный хадис. Инна маль амалю биньят. Братья, этот хадис приводится от Умара. И от Умара только Алькамабну Акаса Лейфи приводит этот хадис. То есть Умар, Алькамаб говорит, что я слышал, как Умар, давая хутбу, сказал так-то, так-то. От него это привел только Алькамаб. От Алькамаб братья только Мухаммад ибн Ибрагим Ат-Тайми переводит. И от Мухаммада ибн Ибрагим Ат-Тайми переводит это только Яхья ибн Саида л-Ансари. То есть только один. Перед везде один, один, один. А затем уже от Яхья ибн Саида люди начали брать этот хадис, и он стал известен. Но этот хадис, наоборот, все братья согласны на том, что по этому хадису есть деяние. То есть понятно, субханно, братья, нет основы, что мы не смотрим на то количество и так далее. Мы смотрим на что? На качество. Самое главное это что? Это качество. И что касается хадиса, мы сказали, что он не просто слабый, он сильно слабый, очень слабый, и поэтому сколько бы там не было передатчик, они только хуже и хуже делают. Понятно. И говорит дальше имам Ад-Науи. И эти 40 хадисов или 40 хадисов собирали разные ученые, то есть даже не сосчитаешь. Много кто собирал. Из них Абдоллах Много-много имамов, как в наше время, как и те, кто были до нас. И я, говорит, сделав истихару, помолив два раката истихара, все знаете, что это за молитва, то есть я сделал истихару, чтобы собрать также 40 хадисов. Братья, здесь, Субхану, великое указание. Имам Аль-Бухари, братья, для каждой главы, для каждого хадиса в своем сахи делал истихару. Поэтому, братья, вот эта великая книга, Аллах, Субхану Талию, принял. Ибн Джарир Ат-Табари говорит, что, прежде чем сделать тавсир, я также сделал истихару, братья. И поэтому, Субхану Ибн Джарир, то есть любая вещь, братья, особенно это студенты должны знать. Если ты начинаешь какую-то книгу, начинаешь что-то, обязательно начинай это с истихара. И Аллах, Субхану Талию, в Аллахи даст барака. В Аллахи даст тебе барака. И говорит, то есть я, следуя за вот этими великими имамами, то есть имамами этой общины ислама, и более того, говорит, ученые единогласны то, что ученые единогласно говорят, что в каких-то второстепенных деяниях слабым хадисом можно пользоваться. То есть слабый хадис, он хоть и слабый, но говорит, что имамы единогласное мнение, иджма, то, что можно делать дела по слабому хадису. Хорошо. Тут мы скажем, что не совсем все так. Во-первых, имам Ан-Нау, в принципе, как ученые говорят, братья мутасахи, то, что он дает немножко, то есть он не совсем такой серьезный, как говорится, в передачах иджма. То есть если имам Ан-Нау иджма говорит, что в таком-то вопросе иджма, нужно проверить, действительно ли оно так или нет. Понятно. Поэтому, как говорил имам Ахмад, кто бы ни говорил, что в каком-то вопросе иджма, кадзаб этот человек, лжец, лгун, не верьте ему. Имам Ахмад. Тамам. Но мы не говорим, что имам Ан-Нау илжец. Имеется в виду то, что не каждая иджма действительно является иджма. И Аллаху Алям, братья, из самых лучших вот в этих вопросах, то есть не всегда хорошо, братья, говорить то, что иджма в таком-то вопросе. Или же, как некоторых студентов спрашиваешь, а он знает только одно мнение, а может быть есть другое, тоже сильное мнение. Поэтому, братья, в этом у нас самое первое, это Кудва, это Ибн Аббас, в хадисе, когда спросили у него про то, что человек делал какие-то грехи, либо убил кого-то, или какой-то грех сделал. Адаб Аль-Муфрат приводит это Бухари. Хадис достоверный, Шиха Альбайна назвал достоверным. И он сказал, говорит, если у тебя мама твоя жива, он сказал нет. А жива ли твоя тетя, то есть сестра твоей матери. Он сказал да. Он говорит, будь с ней, то есть благим поистине, я не знаю ничего такого, говорит, что было бы, то есть великим на весах, как благочестие к ним. Понятно. То есть ведь тетя подобна матери, как пророк Али-Саратов сказал, про дядю, брата твоего отца. Алям Таалем Я Умар, Анна Аммар Роджулиев, сыну Аби. Говорит, неужели? То есть Бухари, муслим приводит хадисство, что пророк Али-Саратов Омару, если я не ошибаюсь, разве ты не знаешь, Омар, что дядя подобен твоему отцу. То есть если у тебя нет отца, твой отец, то есть брат твоего отца подобен, то есть становится на место кого? Твоего отца. Тамам. И говорит здесь имам Аннауи, что ученые единогласны в том, что по слабому хадису можно в каких-то ответвлениях делать деяния. Во-первых, нету, братья, разницы между ответвлениями и основой. Все одно и то же это раз. Два братья, это никакого нету иджма в этом вопросе. Наоборот, есть, почему ли у Джудель Мухарли, потому что есть те, кто противоречит. Кто противоречит в этом вопросе? Бухари, муслим, суханал. Бухари, муслим, если мы скажем, уже хватает, что нету иджма. В каком году, 676 году, умер Яхья ибн Хашарфаннауи? В каком году умер ли? Муслим. В каком году умер Бухари? В каком году умер Бухари, кто знает? 200, каком? 200, 256, 261 умер имам Муслим. Хорошо. Также, братья, более того, есть из ученых те, как Абу Хатимарази, которые говорят, что даже по Хасану нельзя деяния делать. Хасан, хадис, хороший хадис, они говорят, нельзя. У них свои-то арифы на Хасан и так далее. Есть те, кто говорят, что много слабых хадисов, как я вам объяснял, когда они становятся хорошими за счет какого-то другого хадиса, что даже по нему нельзя делать деяния и так далее. То есть, ученые, братья, разные мнения. У них и Аллаху Алям более правильно, что нельзя делать деяния по слабому хадису. Не важно, фадайл-у-амал, аср-у-л-амал, 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 не важно. То есть, какое бы деяние ни было, слабый хадис не принимается. И, Субхану, поэтому хадисы, братья, говорят, что если бы студенты занимались бы действительно достоверным хадисом Бухари, Муслим, то, братья, Субхану, сколько из Бухари, Муслима и так далее, или же других достоверных хадисов, которые мы, братья, не знаем. Сколько там деяний, которые мы... Почему? Потому что мы вот на вот этом воспитаны. Нам слабые хадисы приводят. Зачем ты мне приводишь, если я еще не все достоверные знаю? То есть, да, я займусь сначала тем, что достоверно, а потом уже когда-нибудь я дойду до этого слабого. Подожди, оставь это. Я хочу то, что... Братья, в Аллаху, великая польза была. И говоря уже о том, кто говорит, что, ну, можно, то есть, какие-то деяния и слабые хадисы брать, у меня другой вопрос. Не у меня, братья, это в смысле слова, мне маму прямо привожу. Неужели вы думаете, что все то, что достоверно пришло от пророка Алиса сам сейчас, один человек может собрать себе это все? Может или не может? В Аллахе не может брать. Столько всего, что ты не сможешь это собрать. Ты не сможешь все эти вещи делать. По-любому будет что-то, на что тебя просто не хватит. Куда ты еще слабое суешь? То есть, все, вот это некуда просто. То есть, займи себя чем-то достоверным. Понятно? Также те, кто, братья, дозволяют, знают, то есть, из тех, ну, можно сказать, братья, что это мнение джумгур. Большинство ученых, действительно, большинство, ну, ученых, смотря каких, конечно, но они, действительно, большинство сказало, что можно это. Можно так сказать. Это еще можно, мы бы приняли такие слова. Даже они, братья, ставят условия. Самое первое условие. Чтобы слабость этого хадиса не была сильной, то есть, не был он очень слабым. Это раз. Два, чтобы этот хадис, у него была какая-то основа в шариате. Чтобы это не что-то просто, вот, было вообще непонятно, откуда взято. А что-то, вот, у него есть основа в шариате, подобное деяние, как бы, имеется, но именно на это довода не пришло. Понятно. Третье, братья, чтобы тот, кто это делает, был на четком убеждении, что это не пришло от пророка Али-Исаратова. Также они говорят, чтобы человек знал ошибку. И тогда много, братья, условий. Просто вот вопрос, даже если мы хотим дозволить. Кто из вас знает, братья, кто из вас знает, когда хадис называется очень слабым, когда называется слабым? Кто знает? То есть, Туля-Буляйм пришли слушать Арбаон, то есть, Арбаон науэ, братья, и даже вы не знаете, когда Шадид-Удав, когда не Шадид. Если я сейчас пойду, братья, на хутбе объявлю людям, что можно слабый хадис, кто, братья, знает это? То есть, ну, понятное дело, что там, если Матрук, Мункар и так далее, что Шадид-Удав и так далее, хорошо, Туля-Буляйм это будут знать. А братья-люди это не знают. И ты им дозволишь, братья, они все возьмут. Раз. Два. Основа этому должна быть шарид. Кто знает, основа этому есть в шариате или нет? Кто у нас знает эти вещи? То есть, Субханаллах, чтобы дозволять эти вещи, ну, как бы, как-то, надо сначала подумать, прежде чем говорить это людям. Третье, братья, чтобы человек был четко убежден, что Пророк Алей-Сарад сам этого не делал. Аллаху Акбар. То есть, ты делаешь какое-то деяние, и ты убежден, что Пророк Алей-Сарад сам этого не делал. Как так? То есть, понятно, поэтому, братья, в Аллахе, мнение то, что, братья, вообще, в принципе, нельзя слабым хадис, слабый хадис только для одного приводится, чтобы сказать, что он слабый. Все. Больше никакой от него пользы нету. Понятно? Аллаху Аля. И они говорят, что, они говорят, братья, что, то есть, амаль, по этому хадису, бывает, минбаб алихтият. То, что, как бы, ахтият, как на русском сказать? Да, как бы, на всякий слот, вот, на всякий. То есть, как бы, сделаешь, на всякий слот, а вдруг достоверный. А вдруг достоверный, говорит. Шейху Аль-Исламу Аля-Таймия, говорит, алихтият, ида кана юадди, иля иртикабель мухаррам, аутарки, амур, фаинна тарка алихтияты, ахтияты, говорит. То, что, вот, это на всякий, если этот на всякий случай приводит к тому, что ты делаешь что-то запретное, или же оставляешь что-то приказанное, то на всякий, оставление этого на всякий. То есть, вот этот твой на всякий случай, ну, давай тогда сделаю, то оставление вот этого будет тогда для тебя, вот этим на всяким, как говорится, если так можно выразиться. Барак Аллах фейкум. И даже дальше, говорит имам Ан-Науи, почему я сказал, что шейх Фаузан не совсем правильно сказал. Даже здесь имам Ан-Науи что говорит? Несмотря на это, несмотря на то, что в этом вопросе, как имам Ан-Науи сказал, но мы сказали, что это неправильно, что в этом вопросе иджма, то я не опираюсь на эти хадисы, говорит. То есть, даже вместе с этим я не опираюсь на этот хадис. Даже более того, мы скажем имам Ан-Науи, даже если бы ты сказал, что, то есть, мы, ума единогласно, что этот хадис по слабому можно делать, я не знаю, то мы сказали, что этот хадис не слабый, а очень слабый. Даже те, кто дозволяет, не дозволят тебе этот хадис. Хорошо. Он говорит, даже вместе с этим я не опираюсь на этот хадис. Но я опираюсь на слова посланника Аллеи Салату Асам, достоверных хадисов, которые привели Бухари Муслим, некоторые из них. «Ли юбеллиги шахиду мин кумул гаиба» «Пусть тот, кто присутствует здесь, сообщит тому, кто не присутствует». То есть привел общие хадисы, в которых у нас есть приказ донесения знаний. Другой хадис «Наддар Аллаху мраан самима калят и фауааха фааддаха кама самима». То есть, осветит лицо Аллах, Субхану Таалли, такого человека, или же да возвеличит Аллах, Субхану Таалли, такого человека, который услышал что-то от меня, запомнил это и донес это до других, подобно тому, как он услышал это. Здесь мы скажем, что даже в этом шейху имаму Наууи нету довода. То есть он привел это себе как довод, но на самом деле для него нету в этом довода. Почему? Потому что здесь нигде нету довода на 40. Так же? А он взял и сделал их 40. И поэтому некоторые ученые говорят, что если бы он сделал не просто 40 написал, а просто написал бы, было бы намного лучше. Почему? Потому что почему Ибн Раджаб, который 8 хадисов добавил, имам Науи что, их не знал, что ли? Знал, но старался сделать из них 40. Потому что так было бы уже 50. Так же? И у нас так же, братья, мы должны знать, что он привел вот этих имамов, которые сделали так. Братья не просто 40, они писали. Некоторые из них 40 по 40 писали. То есть у них 40 книг по 40 хадисов. То есть, субханно, настолько доходили люди некоторые. То есть, опираясь на вот эти, ни на что, по сути, субханно. Ну, это наши ученые, понятно, мы просим за них милости, но имеется в виду ошибка. Братья, мы говорим, что это ошибка. И поэтому если бы имама Науи не собрал бы всего лишь 40 хадисов, Аллаху Алим, может быть, было бы пользы больше. Ну, ахамдуля, человек сделал из тихару, человек из имамов, знает намного лучше, больше нас. Ахамдуля. То есть, и эта книга, братья, в великие пользы, иншаллах, Али, если Аллаху Алим, облегчит нам закончить эту книгу, вы это все поймете. Так же говорит дальше. Сума мин алю улема и ман джема аль арбаина фи усули динь. То есть, из ученых есть такие, которые собрали 40 хадисов в основах религии. Ва баадуум фил фуруа. Некоторые в ответвлениях религии. Ва баадуум фил джигад. Некоторые про джигад написали 40 хадисов. Ва баадуум фил зуд. Некоторые про аскетизм. Ва баадуум фил адаб. Некоторые про нравы какие-то. Некоторые или воспитательные хадисы. Ва баадуум фил хутаб. Некоторые про хутбы написали 40 хадисов. Некоторые вакулла ма касаду салям. И все эти, говорит, вещи хорошие, говорит, нет в этом проблем. Радайаллаху анкасадиха. И пусть Аллах, спа-на-то, будет доволен теми, кто сделал это. А я же, говорит, мне кажется, что надо собрать 40 в том, что намного важнее, чем это все, о чем я сказал. Потому что я привожу 40 хадисов, которые содержат себе все то, о чем я сказал. И каждый из этих хадисов это великое правило из правил религии. И мы это увидим, об этом еще скажем. То, что некоторые хадисы, которые действительно, у нас правила шариата строятся из этих хадисов. Как, например, и на Маламалюбе нет, дела по намерениям, у нас есть также, то есть, такая же правила в шариате. И каждый из хадисов, которые я привел, ученые описали тем, что либо же весь ислам зиждется на этих хадисах, либо же про них некоторые сказали, что это половина ислама, некоторые сказали треть ислама и так далее и тому подобное. То есть, про эти хадисы. Об этом тоже, в начале, придет. Сумма, говорит, также, затем. Я, говорит, для себя взял правило, что эти 40 хадисов должны быть достоверными. Хотя есть тут недостоверные. И большинство из этих хадисов в Бухарии и Муслим приводится. То есть, приводится в Бухарии и Муслиму. Некоторые только у Бухарии, некоторые только у Муслима, некоторые и в Бухарии и Муслим. Я привожу эти хадисы без иснадов. Для чего? Для чего? Для того, чтобы было их легче заучить и было в них больше пользы, иншаллах. То есть, имам для чего это сделал? Чтобы нам было легче их заучить. Поэтому, иншаллах, какая у нас одна из условий наших дауры, что, иншаллах, надо постараться заучить их. И это, иншаллах, нетрудно. Когда будем их проходить, иншаллах, оно останется в искренних сердцах. То есть, после этого я привожу то, разъясняю в некоторых хадисах, разъясняю непонятные фразы из хадисов. То есть, некоторые хадисы здесь приходят, что имам Нау делает краткий тафсир, там несколько слов. То есть, это слово означает так-то, так-то и так далее. И любой человек, вот смотрите, важные слова. И любой человек, который желает того света, должен заучить эти хадисы. Или знать их хорошо. Почему? Потому что они содержат в себе очень важные вещи. И это увидит тот, кто действительно задумается об этом. И говорит, я уповаю на Аллаха, и опираюсь только на него. То есть, ему хвала принадлежит Аллах, и также от него успех и защита от всего. Хорошо. Это что касается, братья слов, шейха Фаузана, вступления к этому хадису, и слова Имама Ан-Науи.